Комары доставляют населению не только бытовое неудобство. Так как на территории Анапы раздает миграционный процесс, комары еще являются переносчиками опасных заболеваний – малярии, лихорадки западного ванила и дирофилариоза. Обработка против выплода комаров проводится на земле и с воздуха. В борьбе с кровососущими насекомыми используют вертолет Ми-2, с которого распыляют биопрепарат Бактицит, разрешенный для обработки рыбохозяйственных водоемов. О том, что не наносится окружающей среде, можно увидеть по сотням гнездовий, которые находятся здесь, и лебедей, и птиц. Никаких ущерба, такого явного мы не видим. Настолько даже птицы привыкли, что не покидают даже ни гнезд, ни момента даже пролета вертолета. Общая площадь водно-поверхности Анапских плавней составляет более 1100 гектар. Профилактические и истребительные мероприятия по борьбе с комарами проходят на территории 426 гектаров авиа и 8 гектаров ручным способом обработки. Обработка ручным наземным способом проводится непосредственно на территориях с большим потоком людей, где по санитарным нормам авиационная обработка запрещена. Так, вручную проводится обработка водоемов детского парка и старого русла реки Анапки, береговая часть Витязевского лимана. Специалисты отдела Роспотребнадзор ведут энтомологический мониторинг водоемов на наличие личинки комара, состояние эпидемиологической обстановки на курорте. Проводится все это под контролем службы федеральной Роспотребнадзор. Конкретно контроль проводят до обработок и после обработок. Анапский филиал в БУС, центр гиенной эпидемиологии, в трех точках отбираются пробы воды, то есть что было до обработок, что произошло после обработок. Всего за летний сезон планируется провести 8 наземных и 7 авиационных обработок. Отдых в Анапе для миллионов гостей, а также ночное спокойствие для анапчан будет обеспечено.